Всем привет дорогие друзья! И вот мы всем нашим семейством подсели на самсу. Она оказывается бывает очень разная, очень интересных форм, очень красивая и совершенно на разном тесте делается. Одну самсу я уже показала как я делала, а вот пришел черед и для другой самсы. Эта самса делается на более мягком и нежном тесте. Это у нас будет дрожжевое тесто, но буду готовить я его особым способом. Можно делать двумя вариантами, более сложный или более легкий вариант. Я вам собственно расскажу про оба, а вы уже решите каким вариантом вам будет делать проще. Для более сложного варианта мне нужно будет заварить тесто. 250 грамм молока из общего количества соль и масла поставлю на огонь до закипания и отвешу еще 200 грамм муки от общего количества. Ее я буду заваривать в молоке. Этого можно не делать. Я это делаю для того, чтобы тесто было более эластичным и решила попробовать сделать так. Это действительно намного проще потом катать нам тесто. Но все равно это по времени получается то же самое, как и замесить просто обычное дрожжевое тесто, лично по моему опыту. Вы можете из этих же продуктов, что указаны, сделать обычное дрожжевое тесто, как вы привыкли, хоть на сухих дрожжах, хоть на живых и будет то же самое. Ну а я вам расскажу, как сделать чуть-чуть посложнее да поинтереснее по вкусу. В общем, муку я заварила, накрыла пленкой и отправила остывать. Тем временем, отварила еще 3 картофелины такого среднего размера. Не люблю, когда много картошки в начинке, люблю, чтобы было много мяса. И в картошку сюда добавляю либо масло, либо сливки, чуть-чуть, чтобы она стала помягче и не была такой плотной. И вы видите, просто потолкла картошку и тоже ее отправляю немножечко подостыть, чтобы она не была горячей у меня для начинки. Для мясной начинки в этот раз я буду использовать курицу. Вы можете взять любое другое мясо, это может быть хоть индюшатина, хоть свинина, в общем, что вам нравится. Можно вообще их делать с другой начинкой, это абсолютно не принципиально. Просто в оригинальной, конечно же, она идет с мясом. У меня здесь не просто куриное филе, у меня здесь были куриные ножки. Обрезь из куриных ножек и бедрышек, чтобы было посочнее. Также 2 средние луковицы я отправила поджариваться. Немножечко, буквально, чтобы они посветлели, увеличиваю огонь и добавляю сюда мясо. Все это перемешиваю и оставляю это немножечко поджариться. Сверху присолю, конечно же, и специи по вкусу. У меня здесь перчики, смесь специй там, где есть зира, чтобы оно давало такой именно восточный запах у меня. И поджариваю, чтобы легкая-легкая, возможно, корочка, такой румянец появился на нашей курочке. И потом снимаю с огня и даю, конечно же, остыть. Пока у меня подостыло мое тесто, пока я занималась всей этой начинкой, заварной. В оставшихся 50 мл молока, немножечко их подогрела, добавляю сахар и добавляю живые дрожжи. Я использую живые. Можете сухие, тогда пользуйтесь как положено. И как написано на упаковке с дрожжами. Добавляю к заварному тесту разведенные дрожжи и перемешиваю. Можно, конечно же, воспользоваться ложкой-вилкой, но все-таки миксером это будет намного быстрее и проще. Перемешала-перемешала до соединения. И в остальную отвешенную муку выкладываю вот это вот мягкое заварное тесто. И теперь нам нужно будет соединить обе муки. У нас получается такое себе полузаварное тесто. Я с тестом наподобие работаю, вы знаете, еще и вареники делаю, только, конечно же, не дрожжевое. И очень люблю именно заваривать часть теста. Конечно же, с ним потом работать намного удобнее и приятнее. Кажется сейчас, что тесто достаточно плотное. Оно более плотное получается по сравнению с тем, которым мы привыкли делать, допустим, какие-то пирожки. Но здесь так и нужно, так как нам нужно будет очень тонко раскатывать это тесто. Оно немножечко рыхловатое. Его нужно будет на какое-то время оставить. Отправляю его в пакет и оставляю на столе при комнатной температуре минут на 20. Тесто полежало. Оно вот только-только начало немного подходить. Стало уже таким рыхловатым, но больше тянуть нельзя. Оно не должно прям увеличиться у вас в размере, потому что потом будет плохо кататься. Отрываю кусочек размером где-то с куриной яйцо. Припыляю стол мукой и буду раскатывать. Эти лепешки нужно раскатать довольно тонко. Вы видите, у меня даже вот просвечивает стол сквозь лепешечку. Она должна быть минимум 30 сантиметров в диаметре у вас получится. Вот такая вот тонкая красота у нас получается из дрожжевого теста. Если бы тесто у вас прям хорошо подошло и вы забыли про него на час, то его так тонко раскатать уже неудобно. Собственно, покажу вам два варианта, как можно собирать эту самсу. Мне нравятся оба варианта, но они немножечко отличаются по сборке. Выкладываю где-то с хороших пол ложки, либо ложку картофельного пюре. И наверх выкладываю мясо. Чуть дальше уже последующие разы, когда я собирала, я на мясо еще ложечку домашней аджики добавляла и наверх клала сырочек, кусочек сыра твердого. Так было еще вкуснее. И начинаю собирать мешочек. Просто вот так вот собираю в ладошку, вокруг, как ткань вы видите. Сейчас покажу поближе. Собираю, собираю и немножечко прижимаю по центру, просто в кулачок как бы стягиваю. Прокручиваю наш мешочек и расправляю просто как ткань. Верхнюю вот такую вот оборочку делаю красивую. И ее просто под низ. Если много лишнего получается, вы ее просто отрывайте, чтобы не было там много лишнего теста. Оно ни к чему там сзади его много, точнее внизу. Поэтому лишнее отрываю, если оно мне не нужно. И вот такой вот мешочек у меня получается. Вот такая вот красота. Ставлю ее на противень. И сразу же начинаю делать все последующие. Сейчас покажу еще другой вариант, как собирать. Мне так нравится больше и делается так проще. Раскатали лепешечку, ставлю два пальца по центру. Удобнее два пальца все-таки ставить. И начинаю прокручивать. Прокручиваю, прокручиваю и немножечко начинают собираться вот такие вот... Я не знаю, как тканью получается. В общем, вот такие вот, как розочка закручивается, лепесточки с обратной стороны получаются. Вот такая вот красота у нас получилась. Закрутили, закрутили. Делаем, чтобы в диаметре осталось где-то сантиметров, может, 15. И здесь кладем как бы наоборот. Я вначале клала сырочек, потом мяско, потом немножечко аджики домашней. И наверх немножечко картофельного пюре. Картофельное пюре у нас впитает все соки с мяса или аджику, которая сбежала. И здесь вот так вот просто прикрываем вот так вот низ. Просто прикрываем всю эту красоту и переворачиваем. И получается вот такая вот, как тканевая красота. Очень красиво. Немножечко можно ее приплюснуть, чтобы она не была широкой. И ставим на противень. Не даем им потом подходить перед духовкой. То есть мы как закончили делать с вами столько, сколько мы будем отправлять на данный момент в духовку. У меня сейчас здесь стоит 6 штучек. Три таких, которые я сделала мешочком. И три таких, которые я сделала последнему варианту. И теперь их буду смазывать сверху яйцом. Просто подбитое яйцо беру. Сейчас покажу. Красота вот такая вот у нас получается. Просто яйцо подбиваю слегка кисточкой. И этим яйцом смазываю. Благодаря тому, что тесто у нас дрожжевое, здесь самса у нас получается нежная такая и сочная, не хрустящая. Она получается именно как такие вот вкусные мясные булочки. В общем, мне очень понравился такой вариант. Печется в духовке, так как у нас начинка уже готовая, минуток 20. Но смотрите по своей духовке. Эти у меня пеклись 20 минут. И вот они такие как светловатые, но у меня газовая духовка. А вот эти пеклись у меня 30 минут. Но у тех, у кого духовка печет вверх-вниз, у вас, возможно, пропекутся они быстрее и поджарятся сверху. В общем, добивайтесь красивой корочки. И получается очень вкусная и необыкновенная самса. Обязательно пробуйте и ставьте пальцы вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok